Казахстанские банки 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 Через банки Господин Адинамбеков Все это банки предоставляют Я же почему акцентировал Даже банкам дадут право Понимаете? Нет, не через банки Но через банки Это в основном Такая деятельность Которая соприкасается Наверное Больше с западной частью мира Где банки предоставляют Разные формы финансовых услуг Также Сейчас популярно Чтобы банки предлагали Разные дорогие акции Абликации Для того, чтобы Полноценный охват Делать работы с клиентами Потому что Многие люди В основном население Есть люди, которые Не образованы в этой сфере И, наверное, банк В этой части поможет Да Хорошо это или плохо Для нашего экономического роста Господин Садыков, пожалуйста Господин Садыков, пожалуйста Что скажете? Касательно данных поправок Я думаю, что еще рано оценивать Надо учитывать то, что Банкам обычно Свойственно инвестировать Менее рискованные Ценные бумаги Это те же Государственные облигации И как это отразится На портфеле банков Пока рано И в связи с этим Наверное Я считаю, что Государственное регулирование Инвестиционных отношений Инвестиционной деятельности Должна быть направлена Именно на стимулирование Выхода новых эмитентов На фондовый рынок На наш отечественный фондовый рынок И не только новых Но и интересных И вместе с тем Наверное Нужно сфокусироваться На стимулировании Знаете Не только выхода Этих новых эмитентов Также должен быть Реализованный комплекс мер Которые будут ограничивать Может быть Или стимулировать Разумные инвестирования Банками В отечественный фондовый рынок Дабы не допустить Реализации рисков В банковском секторе Которые В последние годы Конечно Переживают Не самые лучшие времена Хорошо Да Да Также я бы Наверное здесь отметил То что Все-таки Государственный регулятор Внедряет Новые цифровые технологии То есть Идентификацию личности Да Вот они внедряют И конечно Это положительно Отразится На перспективе С учетом того Что сегодня Цифра Играя значительную роль В целом В экономической системе Да я бы сказал Я бы сказал Что она позволила Вот одному банку Не будем называть его имя Сейчас так успешно Стартануть На внешних рынках Да фондовых Что собственно Этот банк превратился В крупнейшую И самую богатейшую Я так понимаю Компанию Казахстана Даже сырьевиков обошел Вот мне хочется Вопрос задать Не ради пиара Просто мне интересно Понять Почему Почему у нас Инвесторы Поверили Так скажем В наш банк В казахстанский Да Зарубежные инвесторы И сделали выбор Вот Купили собственно На IPO Все раскупили По довольно Такой хорошей цене Чем это было обусловлено Господин Спанилов Пожалуйста Да действительно Я назову этот банк Это Каспий банк Он совершил успешное IPO Как вы сказали В Лондоне И в Астане Но я связываю Этот успех В первую очередь С продуктом Каспия Он действительно уникален И у него Очень мало аналогов По всему миру Если даже посмотрим На самые развитые Страны мира В плане предоставления Услуг Которые предоставляет Каспий То там аналогов Такому продукту Мало А то и нет То есть Допустим На сегодняшний день В Америке Та же оплата За мобильную связь Оплата за коммунальные услуги Занимает очень много времени И это нужно Эта оплата происходит Через разные платформы В случае же Каспия У нас есть одна платформа Где эти все услуги объединены Вследствие чего Инвесторы Со всех Стран мира Очень заинтересованы В данном продукте Потому что данный продукт Даже не представлен В странах Самих этих инвесторов Вот это меня удивило Кстати Я если честно Совершенно не ожидал Вот этого Что вот такой будет Мощный отклик Так скажем Но Многие аналитики Отметили Что все-таки Розничных инвесторов При вот этом размещении Отсекли Вот мне хочется понять Зачем и почему Как можно прокомментировать Это да пожалуйста коллеги Кто еще выскажется Касательно первого вопроса Я хотел бы добавить То что все-таки Да соглашусь Вот с предыдущим спикером То что именно продукт И его способность Как-то облегчать жизнь Клиентам Обуславливает интерес инвесторов Ну и также следует Отмечать что все-таки Этот продукт И точнее инвесторы Рассматривают данный банк Как компанию Финтех компанию Здесь надо отметить Что с 2010 года Инвестиции В глобальный рынок Финансовых технологий Увеличились в 15 раз То есть Если в 2010 году Это было Около 10 миллиардов долларов То по итогам 2019 года Это уже 135 миллиардов Касательно Розничных инвесторов Наверное здесь Сыграли все-таки Несколько факторов Это во-первых Сам фондовый рынок В Казахстане Находится Скажем На своем Эволюционном этапе развития Есть Свои особенности И проблемы Которые требующие решения Это наверное Самая первая Главная проблема Это Недостаточный Уровень готовности Населения Инвестициям Здесь это Не только Отсутствие Знаний В целом О природе инвестиций Но и Неготовности Придерживаться Определенных стратегий Для развивающихся рынков Свойственно Чтобы население Инвестировало И придерживалось Такой стратегии Как buy and hold Это как бы Не стимулирует Круговорот Спроса и предложения На фондовом рынке И во-вторых С точки зрения Если С точки зрения Вестингуемой компании Здесь наверное Все-таки Это позволяет Выход на международный Упрощает выход На международные рынки То есть Они уже это осуществили И В целом Скажем так Что Международный рынок Он более эффективен И другой Другой фактор На мой взгляд Это все-таки Банально Это отсутствие денег У населения Да Кстати По накоплениям У нас сейчас минус идет Я посмотрел Данные Национального банка За 2019 год За этот год Там у нас Все проседает Вообще Просто катастрофически Да Если Брать реальные Доходы населения То 50% Этих доходов Уходят на продукты питания В целом фонд оплаты труда В Казахстане Оценивается На уровне 8 триллионов тенге Отнимите отсюда половину И еще Отнимите еще Другие расходы Которые необходимы Да Для Скажем Для жизни И Получим Реальный объем Наших Нашего Розничного рынка Инвесторов Которые они Способны Инвестировать Да Пожалуйста Господин Адамбеков Вам вопрос В целом Вот это размещение Успешное Об одном банке Ну не называйте его Пожалуйста Ну хватит ему рекламы Он и так уже От этих денег Опух просто Вот об этом Что вы думаете Как это отразится На экономике Казахстана И стоит ли нам ожидать Вот таких вот Мощных явлений И еще Я бы хотел бы На пару Пару таких Главных Таких моментов Отметить В первую очередь Как технар Я бы хотел бы сказать Что этот банк Делает для меня Не новое Если в западных Странах Может быть И в Америке Это будет новое То в азиатских Странах Давно уже Вперед ушли Я всегда Пример ставлю Вичат Которые там Не только Можно оплачивать Комуслуги Или что-то другое Там вообще Из дома не выходя Можно абсолютно Практически Все делать Заказывая еду Брать кредит Оплачивать И причем Оплаты И там идут Намного быстрее Транзакции Как в WhatsApp Переписку делаете И так же Заходите к человеку И просто По кошельку Переводите деньги То что говорит Практически Техническую часть То этот банк Действительно Произошел Многие банки Особенно По мобильному Приложению По кибербезопасности По IT-инфраструктуре Как они его Развернули И соответственно Во время коронавируса Как вы сами Заметили Очень много Продуктов Казахстанских Они были Обнажены И вообще Государственный сервис Частный сервис Они не были Готовы Да Та же Электронная коммерция Которая занималась Заставкой Вроде бы Занимается Инновациями Но во время Коронавируса Мы видели Что не все Наши бренды Справились с этим Единственный Наверное Такой ярый Примерный Продукт Это был этот банк И то что он На IPO Выставился Для меня Не было удивительным Я ожидал это Два года назад Потому что Уже тогда был хайп Но во время Коронавируса Это показалось Что Во-первых С точки зрения Технологической Части То Это совсем Безопасное Очень Быстрое На современном Постсоветском Пространстве Пока я знаю Аналогов Таких нет Чтобы по скорости Можно было быстро Переводить И в принципе В себя включал бы Многие Сервисы Второе Естественно Почему Отрезали Многих Таких Инвесторов И только подключили Ключевые инвесторы Это нормальное явление Каспия хочет продать 20% Только акций Своих И она хочет Получить Миллиарду Около Инвестиций На IPO И это было Нормальное явление Они хотят Привлекать Якорных инвесторов Ключевых инвесторов С кем будет Удобнее работать Да Мы подходим Просто к концу Мы уже много Я просто хочу понять Насколько это важно Для нашего фондового рынка Для его развития И стоит ли ожидать Вот таких явлений И еще Конечно Конечно Нужно ожидать Потому что Фондовый рынок У нас в Казахстане К сожалению Ограничился Только государственными Компаниями Которые выходили На IPO И многие казахстанцы Не верят Нашим государственным Компаниям К сожалению Многие из них В минусе Хоть как бы там Они не покололи Свой пакет А Каспий По всей своей работе Показал только плюс И действительно Люди этим заинтересовались Я думаю Что Казахстан Будущее только в этом В IT-сфере И нужно это развивать И многим компаниям Которые занимаются Даже электронной коммерцией И очень много Таких компаний Нужно задуматься О том Чтобы выходить на IPO Упаковывать свои продукты И дальше двигать Потому что я думаю Что это будущее А то что касается Населения Вы знаете Что не каждый человек Может стать бизнесменом И непосредственно Каждому человеку В Казахстане Нужно предоставить Возможность зарабатывать Помимо своей заработной платы Которую он получает На своей основной работе Я думаю Что вложение В такие IT-стартапы Компании Технологические компании Которые предоставляют В принципе Сервис внутри Казахстана И показали себя Это будет Большой возможностью Потому что Когда Есть же такая шутка Появилась сейчас Мем Вот про этот банк То что Таксист Хочет купить Акции Вот этого банка Который успешно Разместился на IPO Через время Их продать Сделать себе Небольшую прибыль И купить айфон То есть Вот да Это нормальное Это нормальное явление И в этом ничего Такого смешного нет В развитых странах Все этим занимаются Ну окей Я бы только за Чтобы граждане Так придумали Все как таксисты Чтобы были Это классно было бы Фондовый рынок Нам нужен Да Давайте в конце коснемся Собственно В какие сейчас Инструменты можно инвестировать Какие у вас советы есть У нас не так много Времени осталось Как стартануть На фондовом рынке Если ты решил Если опыт этого банка Тебя подвиг К такой деятельности Да Господин Пожалуйста Я в первую очередь Отмечу В плане IPO То есть Каспий Он успешно Начал торговаться На лондонской Фондовой бирже Во вторник И его акции Как раз таки Взлетели На более чем 20% Но как показывает Статистика IPO Начиная со второго Дня торгов Они уступают Прибыльности рынка В размере 18-18% В трехлетний период После IPO То есть Инвестировать в акции Данного банка Я бы на данный момент Скорее всего Не советовал Но Насчет Начинающего инвестора Стоит покупать Большой Диверсифицированный Портфель Такой как Например Американский S&P 500 Там То есть Провал От какой-либо Одной акции Не повлияет На общую Прибыльность Всего портфеля То есть Начинающему инвестору Скорее всего Стоит идти Данным путем Нежели пытаться Выиграть лотерею На том или ином IPO Окей Коллеги Еще мнения Какие будут по теме Здесь наверное Добавлю то что Все таки Начинающим инвесторам Не следует Использовать Заемные средства Как вы отметили В шутке Про таксиста Потому что Следует понимать Что инвестиционная Деятельность Она Связана не только С доходами Но и Также с огромными Рисками Которые Риск Обычно Это риск Потери Заемных средств И следует Скажем Аккуратно Относиться Именно К заемным средствам Господин Банкам Разрешит Приобретать Ценные бумаги Это все Вот в том же Банке Который Сейчас на IPO Вот я буду Как плачу Я же буду Акции покупать Я не думаю Что сейчас У населения Есть деньги Чтобы вкладываться В какие-то акции Это основные люди Которые покупают Портиры Машины Это у нас же Была первая форма Инвестирования В Казахстане А если говорить Про альтернативные Формы инвестирования То мир уже давно Далеко ушел Есть цифровые активы Я никак не пропагандирую Например Криптовалюту Криптобиржу Но например Задуматься о том Чтобы участвовать Не на IPO На ICO Или Именно В продвижении Каких-то стартапов Мировых До покупки Их акций Я вот это советовал бы Например В свое время Алишер Усманов Тоже Очень правильный Ход сделал Когда он Западный Пакет Своего инвестирования В западные Такие Стартап-IT компаний Взял оттуда деньги Вытащил все свои деньги Вложился В такие Азиатские На то время Которые только Поднимали стартапы Как WeChat Alibaba Вот такие предприятия И он Действительно Очень хорошие деньги поднял Я думаю Что будущее за IT Потому что коронавирус Как не только в Казахстане Но и по миру Показал Что IT Это самое необходимое И раньше Если мы Айтищики Никому не нужны Были Если мы стоили Одной Цена у нас Одна была То сейчас Совсем другие Другие расценки Совсем другие Расположения Совсем другие планы Я думаю Что будущее За новыми технологиями В этом направлении Нужно Мне кажется Развиваться В Казахстане И Каспий Это хороший пример И меня это очень Сильно радует Потому что Единственный Частный Да бог всем Ладно Уже его и так Пропиарили Отойдем от него Я вот последний вопрос Задам Народное IPO У нас вот это Успешные примеры Есть КИГОК Кастрансойл Кастелеком Продался там В 2000-х середине Почему государство Откладывает Это же вредит В целом И фондовому рынку И экономике Почему государство Откладывает Приватизацию Вот этих Больших Кусков Лакомых Национальных Компаний Когда Когда вообще Осознание придет Что продавать надо сейчас Ну вы хотите услышать Правду Правду Или Да Это у нас Программа У нас Цензуры нет Свобода мнений Пожалуйста Ну Никому не секрет То что Национальные компании IPO Которые проходят В основном Покупают Определенные люди Определенные лица Определенный круг людей И идет большое лоббирование Я думаю Что то что придерживает Это уже Очень хорошо Во-вторых Населения Как я сказал Еще нету денег Чтобы покупать Акции Облигации Вообще В мире А в казахстанские Акции Облигации Я сам Казахстанец В нас Компании Ну если честно Особо Так Что вы Не хотите купить Чуть-чуть Казатампрома Ну Чуть-чуть Казатампрома Мне большую Там Картину В моей жизни Не сыграет Да И я не думаю Что я там Буду влиять Или там Какие-то там Плюсы будут И Любой человек Который вкладывается Он же изучает Вообще Источник Вот этого продукта Сам по себе Да Стоит или не стоит И есть ли риски То если Говорить про Казахстанские Национальные компании То рисков очень много И туда вкладываться Я думаю Что многие люди Не захотят А вот например Частные компании Предприятия Которые работают В Казахстане Предоставляют сервис И как бы Не особо Взаимосвязаны С государством Мне кажется Пока это будет Интересно Казахстанцам Да Пожалуйста Еще мнение коллеги Есть и мы завершаем Да У меня есть мнение Часть IPO Проведения Наших компаний Вообще Планировалось В конце 2019 Года Проведение IPO Но Отсрочилось В связи С неопределенностью На международном рынке Это в первую очередь Конечно Повлияло Пандемию Коронавирусной Инфекции И Следует здесь Понимать То что Если Мы бы Разместили В 2019 Году То это Создало бы Серьезные проблемы В целом Для нашей Национальной экономики И В виде Дополнительной Нагрузки На государственный Бюджет И государство Неспособно Было бы Оказывать Придерживаться Своих социальных Обязательств Тем более В период Пандемии Ну в общем ждем Так получается Ваш ответ Ждем Когда у нас Будет хорошая Обстановка Вокруг Спасибо большое Коллеги За этот интересный Разговор Мы сегодня Обсуждали Перспективы Фондового рынка Казахстана Это была программа Время говорить Смотрите нас Каждый день Я напомню На телеканале Атомикен бизнес А также в соцсетях И в ютуб До свидания Субтитры создавал DimaTorzok